Льготы и субсидии любят все, даже богатые саудовские принцы. Иначе они бы не стали выступать против того, что государство перестало оплачивать воду и электричество, которые тратятся в домах членов королевской семьи. Любовь к халяве оказалась настолько велика, что они пошли на такое, за что арестовывают. И даже если так просто объяснили народу зачистку в рядах наследников престола короля Сальмана бен Абдель Азиз аль Сауда, значит это должно звучать вполне правдоподобно для жителей теперь уже небеззаботной Саудовской Аравии. Наши богатеи тоже не любят платить за ЖКХ, лучше за виллы и драгоценности, а света и отопления должны просто быть. Так, видимо, считал камчатский предприниматель с доходами чуть ли не 5 миллионов в месяц. А его отдали под суд за мошенничество с субсидиями на оплату коммунальных услуг. Сэкономил 7,5 тысяч, штрафуют на 100. Житейские заботы вызывают аллергию и у законопослушных граждан западных стран. В Литве бывший секретарь Министерства экономики миллионер Аницетас Игнотос шесть лет не платил за квартиру в Вильнюсе. Но и среди состоятельных людей есть безумцы. Они не только добросовестно все платежки оплачивают. Китайский миллионер, который торгует недвижимостью и автомобилями, подрабатывает дворником абсолютно бесплатно. Каждое утро собирает мусор на улице под музыку для разминки перед настоящей работой. Но нам не понять такого альтруизма. У нас вон опять взнос на капремонт подняли. На него зарабатывать надо. Эксцентриссима.